Ваше Святейшество, второй вопрос из Бурятии, из Дасана Ринпоче Бакша, во главе с Дасаном Ринпоче. Вопрос задает Григорий Гармаев. Доброе утро Ваше Святейшество, долгих лет жизни и успешно. Скажите, пожалуйста, почему на карму не работает тонкий аспект непостоянства? Говоря о карме, если нет каких-то противоядий, сильных противоядий, то мы не можем устранить эту карму, и мы вынуждены будем столкнуться с результатами этой кармы. Например, если мы возьмем Бодхичитту или во зрение пустотности, и начиная от кармы и ее результатов, изучение этих тем и продолжая далее, мы понимаем, что благая карма постепенно усиливается. И это то, о чем я могу сказать с точки зрения своего собственного опыта. Когда мы говорим о Бодхичитте, мы думаем о том, что это хорошо. И сейчас, как только я пробуждаюсь, я сразу произношу слова. Для того, чтобы принести благо себе и другим, я зарождаю Бодхичитту. Я произношу эти слова, зарождение Бодхичитты. И у меня есть статуя Будушекамуни. И перед ней я произношу слова. Я думаю о том, что все те блага, которые возникают в мире, возникают из-за стремления к благу других. Все те недостатки, которые возникают, они возникают из-за стремления к собственному благу. Я произношу эти слова. Перед этим изображением Будды я размышляю над этими словами. И я занимаюсь этим ежедневно. Практикую таким образом. Мои помыслы относительно этого становятся все более и более сильными. И говоря о карме, если мы совершаем какое-то небольшое действие вследствие привычки, И если это какое-то неправильное действие, то оно не усиливается от привычки. И в буддизме, с точки зрения буддизма, мы говорим о том, что если мы занимаемся чем-то благим, мы усиливаем уверенность в своем уме относительно этого вопроса. И говоря об обширных стадиях пути, мы главным образом говорим о любви и бодхичитте. И это то, о чем мы размышляем ежедневно. И это то, что привносит умиротворение в наш ум. Говоря о глубоком, мы говорим о воззрении пустотности. Чем больше мы размышляем о воззрении пустотности, тем большую уверенность мы обретаем в этом воззрении. И, как я уже говорил, точно так же, как плод Амлы на ладони и так далее, опираясь на такое изучение, мы обретаем уверенность в том, что мы в самом деле можем достичь состояния Будды, и поэтому необходимо изучать учение Будды. Изучая его, мы усиливаем свою привычку в постижении, и мы в самом деле начинаем ощущать вкус учения Будды. И изучая учение Будды таким образом, мы обретаем уверенность. И очень важно, чтобы мы изучали учение Будды, чтобы мы не уподоблялись тому, о чем говорят в Китае, так, чтобы наше изучение Будды не стало просто следованием какому-то суеверию. И поэтому, чем больше мы исследуем учение Будды, тем более сильная уверенность в его смысле появляется в нас. И поэтому нам необходимо следовать такому пути. Когда мы говорим о пустотности, это обозначает ежедневоментное разрушение. И явление разрушается и трансформируется каждый момент. И наше сознание изменяется от момента к моменту. И переживания и постижения в нашем уме увеличиваются. И, как я уже приводил цитату, мы движемся по путям, начиная от пути накопления, затем переходим на путь применения. И я надеюсь, что я смогу достичь второго пути, пути применения. И после этого мы достигаем пути видения. Когда постигаем пустотность напрямую, мы затем проходим 10 уровней Бадхисаты и в конечном итоге достигаем полного пробуждения. И это в самом деле то, чего мы можем достичь. Если мы размышляем над этим, то мы обретаем уверенность в возможности такого достижения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok